Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и вы, наверное, думали, что я уже сегодня не появлюсь, но как бы не так. Я все-таки проведу этот вечер с вами. Был немного занят, но теперь я освободился, и мы можем обсудить некоторые вещи из мира криптовалюты. Итак, сегодня поговорим про биткоин, я покажу тебе несколько главных обновлений по этой криптовалюте, а также поговорим про альткоины, чего мы очень давно не делали. Кроме этого, в этом выпуске ты увидишь самое главное, то, что ты, как биткоин-холдер, не хочешь пропустить. Также мы обсудим обновленный план спасения Терра-Луны от Доквона, который, кажется, таки намерен провести ее хардфорк и создать Терра-Луну 2.0. Итак, начнем с того, что я заметил сегодня утром в экономическом календаре. Оказывается, совсем скоро Джером Пауэлл, председатель ФРС США, будет давать интервью. Интересно, будет ли это прямой эфир или нет? Надеюсь, что это, во-первых, не будет стрима, а во-вторых, он не скажет ничего плохого, потому что в крайние разы такие его интервью приводили к обвалу биткоина и остальных рынков. Поэтому будем надеяться, что на этот раз этого не случится. Еще одна очень интересная новость. Grayscale запускает европейский ETF и до сих пор призывает комиссию по ценным бумагам и биржам США запустить спотовый биткоин-ETF в Соединенных Штатах. Кто-то может спросить о катализаторе, который мог бы подстегнуть цену биткоина. Что ж, спотовый биткоин-ETF мог бы быть таким катализатором. Не думаю, что биткоины это сильно уж и нужно, но я уверен, что спотовый биткоин-ETF позитивно повлиял бы на его цену. У меня еще есть чувство, что до конца этого года этот спотовый биткоин-ETF будет, наконец, запущен. Возможно, Grayscale Bitcoin Trust трансформирует таки в этот спотовый биткоин-ETF. И это событие станет фантастическим катализатором роста биткоина. Но есть уже существующий биткоин-ETF в Канаде. Здесь мы наблюдаем очень интересную картину. Посмотри на этот скачок в последние дни. Это масштабнейший приплыв денег в биткоин. И это случилось конкретно тогда, когда биткоин упал до 25 тысяч долларов. Это показывает нам, что есть множество умных денег, которые готовы покупать это дно. Еще раз посмотри на этот огромнейший скачок. Чем ниже падает биткоин, тем больше находятся покупателей по этим скидкам. Это еще раз доказывает, что кто бы что ни говорил, что бы ни писал Питер Шиф, как бы ни отзывался о биткоине Бен Бернанке, биткоин никуда не денется. Это очевидно. Хочу, чтобы ты увидел эту диаграмму. Здесь мы видим цену биткоина. Это черный график. А также количество монет, которые были активными все эти годы больше назад. И как мы видим, сейчас оно находится на историческом пике. 65,13% биткоинов не двигалось больше года как минимум. И эта цифра растет. Это значит, что холдеры биткоина не просто становятся нечувствительными к падениям биткоина, но их также становится больше. Это видно и на следующем графике, где мы видим, что количество кошельков, которые держат хотя бы один биткоин, находится на историческом пике. И они продолжают расти. Их больше сегодня, чем вчера. Больше в этом месяце, чем в прошлом. И больше в этом году, чем в прошлом году. Интересный график предлагает также Тиммер Фиделити. Здесь мы видим холдеров биткоина, которые держат его больше 10 лет. На самом деле, таких графиков я еще не видел. Но, как ты видишь, эта цифра стабильно показывает 13%. И она вообще не меняется, несмотря ни на что. 13% холдеров всегда держат биткоин больше 10 лет. Эти онлайн-метрики никак нельзя опровергнуть или поддать сомнению. Это факты. И несмотря на падение цены, биткоин становится сильнее фундаментально. Кроме того, обзаводится и огромной базой пользователей и преданных фанатов. Также я проанализировал немало стран. И оказалось, что есть около 4 десятков стран, которые активно интересуются биткоином, в том числе и в качестве национальной резервной валюты. Обрати свое внимание на эту модель предложения и спроса биткоина. И это самая важная часть видео, о которой я и написал в названии. Эта модель показывает, где биткоин будет в 2026 году. И, казалось бы, 2026 год еще не скоро. Но ведь и половина 2022 прилетела незаметно. Время летит очень быстро. Итак, этот прогноз учитывает и сравнивает скорости принятия биткоина, интернета и мобильных телефонов. Интернет в свое время считался взрывной технологией в плане скорости принятия. Но мобильные телефоны оказались еще более скоростными и взрывными. Так вот, биткоин принимается еще быстрее мобильных телефонов. И если мы возьмем скорость и принятие этих двух технологий, интернета и мобильных телефонов, и спроецируем их на биткоин, окажется, что цена биткоина в 2026 году будет находиться в диапазоне от 133 до 996 тысяч долларов. Если его скорость принятия будет как у интернета, это будет 133 тысячи долларов. Если как у мобильных телефонов, 387 тысяч долларов. Ну а если он будет приниматься с такой скоростью, какую прогнозирует модель Stock-to-Flow Ratio, то его цена будет составлять 996 тысяч долларов. Очень интересная модель спроса и предложения для биткоина. И на самом деле она очень важная, ведь дает нам самую главную мысль в любых инвестициях. Когда мы инвестируем в биткоин, мы ориентируемся не на один день и даже не на один год. Мы ориентируемся минимум на 4 года. Но что насчет альткоинов? Многие люди уже давно потеряли в них веру, и они катастрофически обвалились. А некоторые, как Terra Luna, и вовсе находятся в состоянии комы и требуют решительных мер, чтобы элементарно выжить. 7 недель подряд закрываются в минус для альткоинов, и последние 2 недели были совершенно катастрофическими и жестокими. Но кто-то взял медвежий рынок 2018, взял ковидный крах в 2020 и взял крах 2022, и все это сравнил. Оказалось, что во время 2018 и 2020 альткоины потеряли около 63% рыночной капитализации. И угадайте, что? Сейчас они тоже потеряли около 63% рыночной капитализации. И если посмотреть на RSI, в прошлые разы индекс относительной силы на самом дне падал приблизительно до 18.20. Угадай, где мы находимся сейчас? На отметке в 19.6. Около 20. Каждый раз, когда начиналось падение рынка, альткоины падали значительно больше и сильнее, чем биткоин. Но также они восстанавливались больше и сильнее, чем биткоин. И кажется, сейчас они близко к тому, чтобы нащупать дно, точно так же, как в 2018 и 2020. Это просто небольшая такая надежда для тех, кто сейчас смотрит на свои портфели из альткоинов и видит там просадки в минус 60% минимум. И напоследок я хочу поговорить про Terra Luna. Я понимаю, что вы уже от нее устали, но я хочу сделать небольшой апдейт по их ситуации, а новости достаточно важные и свежие. Док Вон, создатель Terra Luna, снова появился в своем блоге с планом номер 2 для Terra Luna. В нем он сообщил о том, что Terra Luna может ожидать Hard Fork. То есть они собираются создать новый альтернативный блокчейн поверх старого, а токен Luna станет чем-то вроде Luna Classic. Это как Ethereum и Ethereum Classic, или Bitcoin и Bitcoin SV, или Bitcoin Cash. И этот форк уже многие криптовалютные площадки пообещали поддержать. Но было проведено голосование в самом сообществе Terra Luna. И результаты оказались шокирующими и неожиданными. Сообщество категорически против 91%. Против Hard Fork. Люди голосуют. Нет. Никто не хочет видеть Terra Luna 2.0. Никто не хочет видеть Luna Classic. Никто не хочет Luna Hard Fork. Так что, скорее всего, завтра Доквон и команда начнут думать не над тем, как сбежать из старого блокчейна в новый, а о том, как сохранить и спасти старый. Как его спасти? Мы уже об этом говорили вчера. Внедрить механизмы сжигания токенов. Организовать выкуп токенов за счет каких-либо инвесторов, потому что у самой Terra Luna просто-напросто на это денег нет. Отвязать Terra Luna от USD. Или вообще избавиться от этого стейблкоина и начать все заново. И, кстати, интересно, знаешь что? Что Доквон, кажется, начинает приходить к этой идее. Он написал, что Terra Luna это не только USD. Это больше, чем USD. Видимо, он смотрит мой канал и слышит мои идеи. Мы должны пожертвовать USD, чтобы спасти Terra Luna. Спасти Луну можно, уменьшив предложение Terra Luna. Причем, катастрофически уменьшив его. Но при этом мы убьем USD. Ведь для возвращения паритета доллара и USD предложение Terra Luna, наоборот, должно увеличиваться. Но Доквон немного связан тем, что и в USD, и в Terra Luna инвестировали многие венчурные инвесторы. И деньги, которые они теряют, очень-очень серьезные. Поэтому завтра мы узнаем, возьмет ли команда Terra Luna во внимание результаты голосования сообщества. И пойдет ли сложным путем. Или все-таки сделает хардфорк. И грубо разорвет этот узел. А меня зовут Богатейщий Ди. Буду рад твоей поддержке лайком и комментарием. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok